Не олядясь на прогресс науки и медицины, запаление легких лишится особливо небеспечным захворванием. Як стагодзи тому, так и теперь игнорование симптомов пневмонии и несвоечасовый зворот до урача, погражая пациенту фатальными выниками. Найбольше серьезным ускладнением коронавирусной инфекции изъявляется миновито гэтая хвороба. Тому проблема запаления легких зараз потребует пильной уваги. Те истнуются специфичные симптомы хворобы, учим особливости коронавирусной пневмонии, як себе сбирахчи на пытание откажа пульмонолог Ирина Буйневич. Известно, что пневмония часто маскируется под самые разные недуги. Иногда пневмонию воспаление легких могут спутать с ОРВИ. Существуют какие-то характерные симптомы специфические? Ну, что значит спутать? Спутать сможет, наверное, человек, который не связан с медициной, но ему это и не надо знать, собственно. Вот, безусловно, нет каких-то специальных признаков и симптомов пневмонии. Нередко пневмония начинается как ОРВИ. Но единственное, что мы здесь обращаем на что внимание, протекание, течение ОРВИ более чем, допустим, 5 дней, температура, кашель, это уже симптомы, которые опасны, так будем говорить, красные флаги, можно сказать, пневмонии. Но особенно беспокойство вызывает появление одышки на этом фоне. Когда возникают подобные симптомы, уже человеку можно насторожиться? Одышка, сильный кашель? Особенно в нашей эпидситуации, как сейчас, у человека, у которого появляется приступообразный кашель на фоне лихорадки, появление одышки, это, безусловно, уже необходимость обращения к врачу за медицинской помощью. А врач уже сам определит, какие исследования нужно провести для подтверждения или исключения пневмонии. Есть ли вообще здесь вероятность развития этого заболевания? Может ли пневмония протекать бессимптомно? И почему? Ну, есть такое понятие, вот у нас, когда мы говорим, что пациент перенес пневмонию на ногах. Мы выявляем какой-то фиброз на очередном рентгенологическом исследовании. И понимаем, что это, скорее всего, какой-то перенесенный воспалительный процесс. И когда начинаешь беседовать с пациентом, мне говорят, нет, да я вроде не болела, у меня не было никогда никакой пневмонии. А когда начинаешь выяснять, оказывается, да, был период недомогания, где-то недели две было какое-то урви непонятное, лечился чем-то, как правило, даже не могут назвать чем. Мужчины так точно не говорят, что жена дает какие-то таблетки, я пропил таблетки, все вроде прошло. Ну а в итоге, да, то есть малосимптомное течение пневмонии, безусловно, возможно. Но говорить о бессимптомном течении, наверное, не приходится все-таки. Пневмония, вызванная коронавирусом, имеет какие-то характерные особенности? Конечно, обязательно. Значит, мы ее называем классические пневмонии, это пневмонии бактериальные, которые вызываются в первую очередь пневмококом. Ну а коронавирусная пневмония, само название коронавирус, да, это вирус на этиологии, это не классическое течение пневмонии, конечно, не классическое поражение легких. Ну и для вирусных пневмоний, в принципе, характерно двустороннее поражение и так называемое интерстициальное поражение легких. Не какой-то локальный, а все-таки разлитое поражение. Воспаление легких – это в первую очередь болезнь ослабленного иммунитета. Насколько это правда? Ну, конечно, просто так никогда пневмония не развивается. То есть в первую очередь страдают люди, как мы их называем, иммунокомпрометированные. Ну, а и всегда при развитии любой пневмонии мы всегда выясняем факторы, которые способствовали этому заболеванию, так называемый преморбидный фон. И, конечно же, наличие каких-то хронических заболеваний, возраст пациента, то есть пожилые люди прежде всего. Безусловно, конечно, да, есть какие-то сбои в системе иммунитета, которые позволяют развиваться этой инфекцией. Потому как легкие и вообще респираторные отделы – это стерильная среда, и там не должно быть никаких микробов, в том числе и вирусов. И если уже что-то проникает в респираторное дело, не просто так. То есть были к этому предпосылки. То есть обыкновенному среднестатистическому белорусу достаточно просто вести здоровый образ жизни, соблюдать социальную дистанцию? Абсолютно верно. То, что касается сегодняшней ситуации, это однозначно. Никаких других рекомендаций, я думаю, что не нужно. То есть специальные меры здесь никакие не подходят. Абсолютно верно.